Магнитогорский Металлург на мажорной ноте завершил очередную домашнюю серию. Подопечные Виктора Козлова сумели взять реванш у Спартака за недавнее поражение в Москве. Вырвать победу хозяевам удалось лишь в концовке игры. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Спартак ни разу в истории не побеждал в Магнитогорске. Шанс сломать неприятную для себя традицию у москвичей был именно в нынешнем чемпионате. Красно-белые очень прилично идут по сезону, а Металлург переживает непростые времена. Счет открыли гости. На 14-й минуте свою первую шайбу в КХЛ забросил 19-летний Илья Талалуев. Но одну маленькую победу в стартовом периоде одержали и хозяева. Драка между Ильей Берестенниковым и Артемом Ворониным закончилась с явным преимуществом Магнитогорца. Но порадовать родные трибуны голами до перерыва подопечным Виктора Козлова не удалось. Со всеми тяжело начинать. Все сейчас команды быстрые. Так что мы играем в свою игру, побольше на ворот стараемся бросать, наваливать. Обидно, что пропустили. Будем стараться справиться с ситуацией. Исправлять ситуацию магнитогорцы начали решительно. Уже на 22-й минуте Никита Сироткин, который не мог набрать очки в течение 20 игр, сумел заработать второй балл за неделю. Он прошел всю площадку, нанес бросок, с которым голкипер гостей справился, подобрал шайбу и без промедления отправил ее Евгению Тимкину. Тот в фирменном стиле вылез на ворота и заставил ошибиться Маркуса Свенсена. Для Тимкина это был уже девятый гол в сезоне. В снайперском списке «Металлурга» он уступает лишь двоим нападающим. А на экваторе встречи Томаш Филиппи здорово поборолся с соперником, перехватил шайбу, сыграл в стеночку с Денисом Казеоновым и выдал роскошный пас на дальнюю штангу, куда вовремя подоспел Мэтт Эллисон. Именно канадец завершил эффектную интернациональную комбинацию 2-1. Но за 8,5 минут до конца основного времени победа хозяев оказалась под угрозой. Спартаковцы провели красивый молниеносный розыгрыш и Вячеслав Лещенко сравнял счет. В нынешнем сезоне магнитогорцы нередко проигрывали концовки матчей. Однако в этот вечер они заслуживали другого результата. Очень доволен ребятами, очень доволен, что не опустили руки, когда Спартак сравнял счет и все боролись до конца. И отсюда результат 3 очка. На 57-й минуте Евгений Тимкин в окружении нескольких соперников сумел сохранить шайбу в зоне атаки и при поддержке Криса Ли доставил ее Оскару Осоле. Второй снайпер Металурга броском в касание забил по-настоящему эстетский гол. Но главное – победный. 3-2. Домашняя серия позади. А впереди два матча на выезде. 3 декабря магнитогорцы сыграют с Борысом. Прямую трансляцию из Астаны смотрите в нашем эфире в воскресенье в 15 часов 55 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.